МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! Телеканал Кона Мира продолжает свою работу. Сегодня у нас предновогодний вторник, и это означает, что мы будем говорить про бега. Ну и, как мы понимаем, уже остается несколько дней до начала нового 2024 года. Сегодня в нашей программе мы постараемся взглянуть на год 2023, быть может, по другим ракурсам, и, возможно, те события, которые мы сегодня будем обсуждать, откроют для нас новые смыслы. Будем обсуждать, говорить, вспоминать сегодня в компании коллег Антон Дурнопьянов, Иван Сферик, Раин Габдрашитов и Владимир Матвеев, который сегодня сменил, так скажем, кресло ведущего на кресло эксперта. Ну что же, коллеги, еще раз давайте вспомним. 23-й год, и, быть может, вспомним, что мы сами себе пожелали в канун этого 23-го года, потому что действительно вот эта вот традиция, она верна, сильна. Мы помним с детства, говорят по Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Что сбылось, а что нет, Раин? В принципе, сбылось, скажем так, 90%. Что загадал, как бы, ну, как бы, ну, да, не меньше, потому что там были новые лошади, как бы, потому что хотелось там на них тоже показать, как бы, в принципе, все показали, как бы, то, что хотели. Иван, ну, и действительно для вас это был и как для наездника, но самое главное еще и как для директора Раинского ипподрома год-то особенный. Наверное, его встречали вы, ну, с особенными чувствами. Ну, надо сказать, что то, что сбылось, того, честно говоря, и в страшном сне не загадывал. Вот, скажем так, произошли события на Раинском ипподроме. Во-первых, за то, что наездники, владельцы их пережили и помогли нам пережить, за это им огромное спасибо. Но, оглядываясь назад, я считаю, что где-то позитивно. И как бы мы не относились к переезду с Московского ипподрома на Раинский, но, тем не менее, для Раинского ипподрома было это эпохальное событие. Мы провели дерби, о котором я и не мог мечтать, что когда-нибудь будет в Раинском, и по отзывам мы неплохо к этому все подготовились. Вот, скажем так, первая лошадь двухлетняя забежала за две минуты. Тоже я даже и не мог, что у нас мы подготовим так дорожку, хоть со всеми, так сказать, вопросами еще к ней, но чтобы вот так вот и две минуты разом. Ну и под конец года мы, вот, АОРОС ипподромы получили нового руководителя, который, наверное, так сказать, ну, выполнит те задачи, которые стоят там и перед Раменским ипподромом, ну и, я думаю, что и московские ипподромы, и перед всей индустрией. Ну, наверняка что-то тоже загадывал, что-то просил, я не знаю, у кого, у конного бога, либо в фужере в бокале шампанского сжигал записку, либо еще что-то такое. Ну, в принципе, конечно, были какие-то, не то, что были, а есть планы, которые на этот год планировались. К сожалению, конечно, они не все сразу, ну, посуждено было быться, но, как бы, я думаю, что сезон был достаточно неплохой, причем, как уже Иван Натальевич озвучил, что переезд был, достаточно такой сложный период был в этом, но, в принципе, неплохой сезон, конечно, хотелось бы большего, но будем стараться, будем работать и готовиться к 2024 году. Володь, ты из конной семьи, наверняка, наверное, какие-то свои приметы есть, и в связи с этим, наверное, тоже какая-нибудь примета сработала? Примет у меня особо нет, я не суеверный человек, но переезд, он был, как для наездника, так и для меня все-таки, если мы говорим про Московский подром, я работал комментатором на Московском подроме, сейчас в Раменское, как бы езжу тоже переезд, и в этом году в качалку не садился, хотя были предложения, приглашали меня не раз, конюшню Ольги Малышевой. Но, тем не менее, не получалось, как бы, планирую, может быть, в 2024 с удовольствием еще раз сесть в качалку в заезд, ну, а так для меня, конечно, 2023 год, ну, сложилось так, наверное, как я не ожидал прямые эфиры программы «Пробегай» и трансляция была все-таки впервые в моей жизни. «Хорошо, мы еще к этому вернемся, я тебе обещаю, может быть, вот как и мы говорили, несколько с необычного ракурса под другим углом, словно, тебе сегодня работа будет. А мы все-таки, давайте, уважаемые друзья, перейдем сейчас, в общем, к событиям, которые связаны непосредственно с тренаделением Раэля Габдрашитова, ну и, пожалуй, давайте-ка начнем с биржевика, который, в общем, победил в призе «Барса», порадовал и владельца, и, соответственно, вас, Раэль, ну и действительно, ожидали, видимо, все-таки подводили, видели в нем перспективы, работали, добились этого очень важного показателя победы в призе «Барса». Ну и, в общем, это одна из тех галочек или восклицательных знаков, которые позавидуют, наверное, на любой наездник в году. Ну, по биржевику, что же там, ну, почтилось, да, лошадь мы купили, как бы, живец, скажем, очень непростой, да, как бы, там, как бы, большое спасибо Владимиру Былову, то, что он всю зиму работал, то есть в него была работа заложена просто там, сверху, то есть, единственное, там, с мейстерой, немножечко можешь подкорректировать какую-нибудь сборочку, ну, а так, в принципе, раз он хорошо выглядело, там, какие-то работы примерно, там, ну, плюс-минус, там, то же самое все, как бы, работают. Ну, а дальше призами просто подвели, как бы, и, ну, так получилось, что там, повезло нам, и мы, в первых, конечно, подзбились, но второй гид, там, выиграли, потому что жребец, как бы, очень сильный и резвый, ну, этого хватило. Ну, вот, я так скажу, что внешне это выглядело действительно достаточно логично. Ну, что внутренне вы переживали, мы видели, это непосредственно в трансляции, да, вот этот вот избыток эмоций и прочее. Ну, вот уже, скажем, по окончании полгода все эмоции улеглись. Что сейчас, как вы видите, биржевика, соответственно, в будущем, году, 24-м, что он из себя будет представлять, на ваш взгляд? Ну, скажем так, на следующий год шибко не хотим его, как бы, запускать, как бы, чтобы во все большие призы, как все равно пять лет ему, он еще, скажем так, не, вроде старшего, но это еще не старшего солнечка, ему еще до старшего возраста, грубо говоря, там, к шести лет, к семи, он будет другим. Так что ему пять лет, он там, будет, конечно, бегать по кем-то, но, там, скажем так, на пиона, наверное, мы все-таки не будем его писать, как бы, на, там, в более щадящем режиме, на работе с ним работать в пять лет. Ну, а на шесть лет мы уже, как бы, постараемся его уже, как бы, показать. Ну, по биржевику вообще, на мой взгляд, такой был форс-мажор, он же был куплен за два месяца, да, за сколько, за 70 дней до пиза Барса. То есть, изначально был куплен медовый загар для этого, для этой победы, в целом, да, если говорить, но медовый загар, как бы, получается, не того, не то, как бы, впечатление на вас произвел? Нет, почему, потому что медовый загар, как бы, ну, скажем так, одна хорошо, две это лучше, так что шансов-то больше было, вот, на двух тем, на одной. Ну, и, как бы, у медового загара была проблема, небольшая была, там, скажем, к осенью, там, с ногой проблема, да, как бы, как бы, мы его восстановили, все, ну, и, как бы, чтобы наверняка еще взяли второго биржевика, чтобы у тебя получилось. Чтобы подстраховаться, да? Да, 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 да. Ну, вот, да, такая неожиданная, быть может, в какой-то степени ментаморфоза пошла на пользу и, соответственно, биржевик выиграл этот почетный приз. Ну, и все-таки, наверное, хотелось бы еще раз вспомнить вот эти вот два месяца, о которых Володя сказал. Быстро ли удалось все-таки наладить взаимоотношения, потому что ехать этот приз вам надо было? Ну, скажем так, он уже, как бы, всю зиму работал, там даже пару стартов у него было, как бы. Единственное, как бы, то есть здесь пришлось, как бы, не его под меня под себя подстраивать, а мне под него подстроиться. Потому что там, время было мало, и, то есть здесь уже нельзя было что-то там где-то перевоспитывать где-то, вот прям, какой есть, такой есть. Такой вот, я таким принял, вот таким вот, как, то есть не стал, один раз я заходил принять со старта, это первый гид, потому что поближе быть на Барс, вот первый гидочек. Но вот он сбился, все. Но я понял, что его нельзя с старта трогать. Ну и, то есть вот. Там немного проще по себе, по характеру, но и все же зависит от конкурентов. То есть я понимал, какие конкуренты есть, чего они способны, насколько, скажем так, там, манускрипт был способен, потому что он был у меня, не жевался, потому что подать, не подать его на пиона. Ну, когда там буквально за три недели, за четыре, на проехал две одну и, скажем так, выложился, грубо говоря, там, процентов на девяносто. То есть я понимал, что свои две минуты, то есть он приедет, а при удачном раскладе там за две минуты. Ну, как бы так и получилось. Ага. Ну, а вот действительно были ли у вас, коллеги, в вашей истории такие лошади, которые действительно в старший возраст быстро вливались и, соответственно, да, очень ярко выступали, ну, уже в старшем возрасте? Без перехода, так скажем, периода, то, о чем сейчас говорил в контексте биржевика, Раиль? Ну, абсолютно точно и на московском подроме можно много лошадей вспомнить. У меня еще в 2005-2006 год один эфир, такой же Ребецград был, с Алтая, и трех-четырех лет абсолютно не, так сказать, себя, ну, скажем так, не проявлял, ну, можно сказать, да, сохранили и дожил, и пяти лет, вот, единственный раз у меня в Москве получилось и большой приз летний выиграть, и потом было много выступлений, которые, так скажем, ну, был среди старшего возраста, там, ну, два года выступал, дважды пробовал себя на приз элиты, ну, так сказать, любил. Ну, я так полагаю, что все равно в любом случае это индивидуально, да, ну, этот переход, да, с четыре на пять, кому-то он дается легко. Ну, вот, здесь яркий вот сейчас пример, как Раиль сказал, вот, манускрипт, он говорил, что в прошлом, ну, то есть после четырехлетнего сезона, что, возможно, если он не будет годиться, он у пяти лет не будет, он говорит, правильно же, Раиль? Было такое, да. А здесь и все-таки манускрипт, он, как по мне, со стороны, он попроще, он и принимать, он одно время тоже не принимал, но подходил потом, и сейчас он уже принимать стал, ну, в компании, и на нем проще ездить, а биржевик нет, он все время, и на нем, когда Владимир Былов ездил, у него были проблемы, он так принимал аккуратно, но он, силища в нем очень много, и это говорит даже не то, что победа в призе Барса, а вот приз с двумя с боями, 2400, когда он выиграл, 307, практически в рекордную резвость, и поэтому чисто индивидуально, так же, как и у людей, кто-то может, а кто-то нет, то есть вопрос в другом, как биржевик сейчас перезимует, может быть, на следующий год Раиль изменит свое мнение, и биржевик поедет еще лучше, чем даже в этом году. Сергей, ну, если ложь хорошая, вот скажу просто простыми словами, Раиль, я думаю, подтвердить, если ложь хорошая, она бежит практически в любой возраст, там, призер того же, мы сейчас видели, 3, 4, 5 и далее, манускрипт 4, 5 и далее так же будет, биржевик тоже самое, если ложь хорошая, она и в 5 лет побежит, и в 6, и в 7, и так далее, если будет, с ней будет все в порядке. Ладно, хорошо, Раиль, вот такой вопрос, а есть приметы-то свои? Приметы? Да. Ну, я не суверен, вот приметы, как бы, примет нет. Я знаю, что у вас есть увлечение, да, увлечение голубями, да, спортивными и так далее, то есть это вам придает какой-то силы и вот общение, там, да, с птицами, там, или все-таки что-то, быть может, еще другое, ну, вот немножко можете расшифровать этот момент? Ну, голубей с детства держал, как бы, еще в школе, ну, потом, как бы, прекратил, когда, там, чуть постарше стал, когда уехал, ну, как бы, возможности не было потом держать, а вот когда, вот, сейчас появится возможность, держу, голубей, это, ну, чисто, как бы, вот, там, отвлечься от лошадей, немножко отдохнуть. А не замечали никакой взаимосвязи, там, допустим, если вот взмойт, там, куда-нибудь, там, опишет какую-нибудь фигуру, значит, сегодня выигрываю обязательно, а если вот не опишет такую фигуру, значит, надо быть поаккуратней, там, что-то такое не замечали? Нет, такого нету. Не подсказывали, да, нету голубя? Ну, пока, по крайней мере. Надо, мне кажется, все-таки присмотреться. Ну, да ладно, а вот как к неудачам относитесь вы после того, как, собственно, да, лошадь не показала того результата, на который вы рассчитывали, то есть это переосмысление, это какие-то вот моменты, быть может, действительно, к голубям сходить, там, как-то вот переключиться или еще что-то. Как вы переживаете эти моменты? Ну, нет, конечно, здесь переживать, любой переживает, как бы, здесь, конечно, сначала в себе смотришь, что сделал не так, как бы, да, ну, по езде, там, по тренингу надо, смотришь, как бы, ну, так что, первое, надо, в себе ищешь какую-то проблему, почему так случилось, а потом уже дальше разбираешься. Ну, вот действительно, голуби помогают, я вот так вот уже поставил вопрос. Голуби? Да. Ну, они помогают, просто вот зашел-то голубя, взял голубей, как бы, и руки едет, ну, и забыл по правосудии, все, уже с голубями, как бы, да, то есть они мне, как бы, порода у меня такая же, как бы, высоколетные голуби, то есть вот у меня в этом году пара голубей прилетала 18 часов, то есть это как бы, если перевести на лосады, на рассачи, это примерно, как бы, по секундам, где-то примерно минут 51 высоко будет, то есть это очень по-лично, да-да-да. То есть голуби пока резвер, знакомый, да. Ну, вот, любезный, да, его второе место в призе элиты, наконец-то мы добрались все-таки, да, призы элиты, вы расцениваете как поражение, либо это все-таки достойный результат? Результат достойный, ну, здесь, наверное, больше как бы себя, наверное, ругаю, потому что немножечко там я со старта сцепился, там по дистанции немножко по-другому давал, ну, как бы, то есть жребец выступал очень хорошо, то есть, наверное, проигрыш его, то есть я, наверное, больше себя виню, чем его. Ну, вот, что можете сказать по-любезному, что дальше с ним? Дальше что? Ну, дальше все, ему там сейчас будет 6 лет, я думаю, он будет лучше в этом году, как бы, ну, и какие-то ошибки я уже сам себе, как бы, на уши намотал, что там так делать нельзя, наверное, да, как бы, следующий старт будет, я думаю, более поэкономленный. Ну, любезный выглядел хорошо, просто васаби-лог приятно всех удивил. Да, вот в том-то и дело, и я хотел, ты меня сорвал как раз с языка, то есть у нас противостояние васаби-любезный, это, так скажем, элитное противостояние, да, остается как мотивацией в 2024 году, ведь так? Я думаю, да. Вот с таким интересным, в том числе, посылом мы отправляемся в год 2024, у нас с нами нет сегодня Константина Пучкова, зато он виртуально и по скайпу вместе с нами может присутствовать прямо сейчас. Константин, добрый день, как слышите нас? Добрый день, хорошо слышите. Ну, я так полагаю, что вы ознакомлены с нашей сегодняшней программой, главной темой нашей сегодняшней программы мы вспоминаем наиболее яркие моменты, которые случились в 2023 году. Ну и, разумеется, вспомним дерби, которую вы выиграли вместе с Врангелем. И вот я недавно ваше интервью прочитал, где говорится о том, что вы первый свой приз выиграли спустя 7 лет, как пришли вообще в русистое коневодство. И, соответственно, свое первое дерби выиграли уже, когда вам было за 70. То есть в вашей жизни семерки какое-то значение играют? Нет, нет, нет. Значения не имеют, роли не играют. И, короче говоря, я хочу сказать, что жизнь только начинается, да-да. То есть у меня все еще медленно развивается. Ну, понятно. Но, в любом случае, давайте вспомним еще раз успех Врангеля. Действительно, это дерби, которое многие вначале не рассматривали как вот такое полноценное, быть может, дерби. А когда мы ознакомились с запиской, это вполне себе очень сильный был приз. Ну, и Врангель обыграл очень серьезных соперников там. Вот вспоминая тот приз еще раз, Константин, действительно, ваше ощущение от езды Врангеля и насколько он, ну, в тот момент вам показался, быть может, лучшей лошадью в вашей жизни? Ну, безусловно, конечно. Это первая лошадь, на которую я сумел заехать за две минуты. У меня прежний рекорд был порядка 2-0-1. Такой был у меня фулл-хау. Поэтому это, безусловно, лучшая лошадь в моей жизни. Единственное, может быть, сожаление, что я вот Юра что-то так поздравил с днем рождения весьма своеобразно. Он говорит, ты-то типа молод, но так в строчку-то укладывается ты уже не молод. Видимо, одну приставочку выкинул. И типа все понимаешь. А вот все-таки Врангель на дерби не сберег. Вот есть небольшое сожаление, что Врангель я не смог сберечь на главное дерби. Но я считаю, что это чистая случайность. Потому что у наших мастера составления вообще программы отборочных заездов. Сколько мне не говорили, сколько наездники их не упрашивали устроить двухгидовые, как раньше было отборочные. Все-таки сделали один гид. Ну, один раз я сбился, не попал в основной приз. Поэтому, ну что мне остается? Остается радоваться только вот этому дерби-цепону. Константин, ну вот я задаю сегодня вопрос всем коллегам. Вы, наверное, все-таки 23-й год встречали с какими-то мыслями, с какими-то желаниями. Действительно, Врангель порадовал вас. Что еще можете вспомнить такого позитивного, яркого из 23-го года? То, что принесло вам действительно удовлетворение? А, вот так вот. Ну, вы говорите, что яркого я вспомнил. Что принесло удовлетворение, не укладывается. Ярко это наш переезд на Раменский ипподром. Это достаточно яркое событие. Ну, а из позитивного, наверное, то, что вот на Раменского ипподроме нас хорошо встретили. Сделали более-менее приемлемые условия. Замечательно, что здесь собралась хорошая компания. Вот этот 23-й год запомнился, чтобы нас порадовал именно Раменский ипподром своей хорошей дорожкой с хорошим проведением больших призов. Вот этим 23-й год запомнился. Ну, а мне, конечно, запомнился Врангель. Врангель был проплачен на 23-й год, поэтому надежды на него определенные возлагались. К сожалению, они не оправдались в основном призе. Но все равно положительные эмоции остались. Кроме всего прочего, хочу сказать, что для меня он еще не до конца испытан. И очевидно, что он спрогрессирует. А сколько у вас еще лошадей в тренинге? У меня было две. Одну я продал перед тем, как переехать в Раменск. И остался один Врангель. Но на будущий год у меня есть договоренность, что придет молодая лошадь. Да, Константин, ну, теперь нам есть смысл, в том числе и за вас поднять в канун Нового года бокал, пожелать вам всего самого наилучшего, ну и, конечно же, счастливого Нового года. Спасибо вам, что включились в нашу программу. Ну что же, Константин Пучков, действительно, для него Новый год, быть может, следующий принесет еще более интересных и ярких побед. Ну, 23-й запомнился. Иван, мы начали, опять же, с вас, и вы вспомнили 23-й год в контексте подготовки Раменского ипподрома к непростому сезону. И действительно, вы и ваши коллеги великолепным образом подготовили ипподром. Ну вот, что касательно лично ваших заслуг, как наездника, вы участвовали в серьезных призах. Ну и, в частности, кобылы, жар-птица, лог порадовал вас. Ну, здесь как не вспомнить-то сказку русскую народную, да? Ты схватился за перышко. Ухватили вы за хвост птицы счастья в лице жар-птицы. Перышко она вам оставила. И, соответственно, с этого момента чувствуете, что, ну, действительно, воскоклассная очень лошадь у вас находится в тренаделении. И что-то какой-то сдвиг именно в профессиональном аспекте произошел в 23-м году. Ну, конечно, в профессиональном, как был я наездник-любитель, таковым и остаюсь. И это тоже доставляет свое удовольствие, потому что понимаю, что для наездника-профессионала, ну, гораздо больше горестей доставляет, ну, нежели, скажем, наезднику-любителю, который, ну, так сказать, он на то и любитель, он в свое удовольствие едет. А у, конечно, профессионального наездника, там много проблем, которые, скажем, приходится решать и помимо того, что две минуты по дорожке. А что касается жар-птицы, вот вы говорите, были ли мечты какие-то, значит, перед новым 2023 годом. Я вспомнил, что да, была, так сказать, прагматичная мечта. Я всем рассказывал, что вот самое лучшее, что мы сможем сделать, если отберемся на элиту и там каким-то образом проедем, и вот чудесным образом, так сказать, звезды сложились. Ну, лошадь... Да, звезды-то у нас сложились на минут 58,2 на рекорд. Вот, да, вот в этом плане оно и чувствовалось, что лошадь, наверное, там готова. И тренер мне говорил, что лошадь должна быть готова к этим секундам. Вот, уж как получилось, это, наверное, звезды сложились, и компания была хорошая, и компания отдельная, спасибо. Иногда, когда я вот с ними в отборочных особенно ехал, это мне хотелось, ну, все, сейчас приеду, всех по три недели, как минимум, потом месяц, все это. Прямо это, все, как говорится, они проехать не дают, это съезжаются, чтобы только... А потом-то я понял, так и говорится, отношения-то, наверное, не ко мне, к лошади, как к хорошему экземпляру, и я вроде любитель чего-то стою, значит, раз, возле меня они вот так вот, вот, поэтому, так сказать, обида проходила, и оставалась только, так сказать, благодарность за то, что меня принимают в сон великих, так сказать. Ну, вообще, жар птица, это олицетворение, да, солнце, тепла, вот, из русских народных сказок. Ну, и я вот специально поинтересовался, а никто вот из наших великих художников русских не рисовал, а мы знаем, что у вас есть увлечение, ваше хобби, вы живописец, да, и вот, наверное, все-таки в какой-то степени для вас остается вот это вот поле, где вы можете восполнить русских живописцев, вот, действительно, и тем более, что у вас жар птица, а это олицетворение с великолепной кобылой еще. Ну, планировал, что если форс-мажора не будет на новогодние каникулы, которые, там, может быть, мне день-другой удастся, может, я начну, я пишу быстро, там, долго не могу, но это, как говорится, много лошадей писал, вот, но это, конечно, должно быть повешу где-нибудь в музее на Раменском подроме, чтобы все знали, что на это когда-то был директор, который ездил вот на такой замечательной лошади. Кстати говоря, сейчас вот отправили мы ее уже в Прилепский конный завод, будем пробовать, конечно, приплод получить в следующем году, поэтому желающие, так сказать, принять в аукционе, чтобы потом не переплачивать, сейчас уже можно проплатить миллиона три за первую лошадь, я уверен, да. А потом будет дороже. Ну что же, да, посмотрим, но, во всяком случае, желание загадали. Да, Антон, у тебя в этом году, ну, во всяком случае, я в трансляции помню, вступительный приз, Клондайк, доехал ты, хотя там, я не помню, там, 40 или 60 вообще к одному, что ли, он игрался. Ну, не был фаворитом. Да, да, ну, там не то, что не был фаворитом, а вообще его не играли, но, тем не менее, кто-то сыграл, потому что коэффициент был. Вот. Я не знаю. Да, ну, а для тебя-то он всегда номер один, нет? Да, не сказать, вообще, честно, это случайная лошадь, ее сам владелец купил, мы поехали на аукцион, до аукциона мы посмотрели лошадей, выбрали с Ольгой Борисовной двух голов, и Клондайк в их числе не был, хотя про него отзывались очень хорошо, но он мелковатый был достаточно, но при этом очень широкий. Но потом после аукциона оказалось, что Юрий Александрович еще его прикупил, и получилось, что владелец его купил, то есть он его сам выбрал, сам купил, и мы его не отбирали. Ну, а получилось, что это резвейшая двухлетка в конюшне, и, по-моему, если ничего не путаю, то резвейшая двухлетка в жеребец, рожденный в Московском конном заводе, по-моему, за всю историю, потому что 2-10 жеребцов там не было, то есть кобылы были, жеребцы нет. Так, как бы, противная очень лошадь, могу честно сказать, по работе, в денеке, все, но есть один плюс, он в призу очень такой отдатливый, и на нем достаточно комфортно ездить. Ну, то есть, да, связываешь определенное будущее с этим жеребцами. Да, я больше могу сказать, были планы... На приз ковбоя. Нет, были планы сначала на Шишкина, но сейчас вот из-за этой болезни на ипподроме он попал под нее, и как бы было решено, с Борисом обсудили, что форсировать не будем, потому что большой приз через 3 недели, поэтому клондайк Шишкина пропустит. Ну, а готовится, да, к лету основным призам. Сергей. Да. Юрий Сутягинский показал, как нужно выбирать лошадей. Не посоветуешься на ездик и пошел, купил. Вот, лошадь выиграла. Ну что же, здорово, надо, наверное, все-таки повторить такой опыт. Не мешает, да, каневладельцы выбирать лошадей. Ну, я думаю, что сейчас некоторые каневладельцы смотрят, да, и мотают себя на лошадь. Хороший опыт, он всегда найдет себе, да, какую-то окончательную пользу. Слушай, Антон, а мы не секрет, вот для нашей редакции, что ты, в общем, посматриваешь, да, за скачками, следишь за тем, как развиваются события в скаковом спорте. Ну, во всяком случае, не пропускаешь интересные трансляции. Ну, мы, не секрет, мы с Максимом, когда были на Алтае, конкретно в Барнаволе, в разных номерах сидели, смотрели одну и ту же скачки, как раз был большой сенатор. Да, с ним мы сидели, очень так переживали. А вот, смотри, да, вот вступительный приз, соответственно, Орловец у нас выиграл. А тогда вот из двухлетних доморощенных скаковых лошадей тебе больше кто понравился в нынешнем сезоне? Ну, как бы, даже ответить затрудняюсь, но вот я смотрел как раз скачки же, по-моему, в Краснодаре-то и были, где вот Локи победил. Да, да, да. Ну, во-первых, происхождение, брат Легарда по матери, то есть все прекрасно узнают, лучшая лошадь России. Ну, наверное, я вообще, как бы, уже много раз говорил, что всегда болею больше за доморощенных лошадей, как в лунах, в ростаках, так и в скаковых. А здесь, когда доморощенная лошадь выигрывает, ну... А вот, да, зацепил прямо уже. И я думаю, что некоторые части, те, которые следят за скачками, сейчас, наверное, на языке следующий вопрос. Ты наше финальное голосование смотрел за лучшую лошадь? Ну, честно? Да, там Принц Роуз был, Ривер Мэджик и Хиро Мо. Да, вот эта тройка, среди которых были разыграны большинство, большое количество очков, и в конечном счете, Ривер Мэджик стал абсолютный. Ты бы за кого отдал? Честно, вот здесь за Ривер Мэджик, потому что, во-первых, это кобыла, беспроигрышная в своей карьере. Я правильно? Да, да, беспроигрышная. Ну, и венец, то есть ее, как бы, из езды, это вот победа, как раз вот сейчас, которая показывает, это в супердерби, она обыграла жеребцов, хотя спокойно могла днем раньше поехать с кобылами в супероксе, и я думаю, что так же легко прогуляться. Но вот эта вот победа дала ей возможность, то есть для меня лично, чтобы она должна, в моем понятии, должна была стать лучшей лошадью. На ЦМИ, в общем, да, скаковые, конечно, рядом были, наверное, для себя отмечал какие-то аспекты подготовки лошадей. Не получалось, не получилось. Ну, а смог бы быть тренером? Ну, не знаю, если честно, затыняюсь ответить. Не смотрели, потому что у нас очень все у разных, то есть они очень рано утром работают, мы в это время еще спим, когда мы работаем, они уже спят. Как бы не получалось смотреть это. Так, шаговки видел, конечно, когда шагались такие лошади, когда в отделении Чугуевца Центурион, и вот эти все лошади еще были, ну, их просто видно было, они как картинки. Сейчас мы вас уведем, специалистов. Ну, ладно, хорошо. Володь, вот ты отметил, да, в начале нашего диалога, что для тебя тоже 23-й год стал годом перемен. Да, ты узнал, как бы... Открытие. Для себя новую профессию, быть может, да, профессию, которая позволяет людям понимать бега, быть может, так, как они не понимали их до этого. Но это действительно очень достойная и серьезная работа, которая, в общем, требует большого количества времени. И вот оглядывая вот этот сезон, на твой взгляд, уже как с точки зрения комментатора, не как профессионала, который сидит за вожами, там, в качалке. А с точки зрения комментатора, комментаторской позиции, на тебя какой приз больше всего впечатление произвел? Мне больше всего понравился традиционный приз для трехлетних лошадей. Это приз гибрида, где было два всероссийских рекорда в двух гитах. Причем от разных лошадей. Это, конечно, мне этот приз очень понравился. Во-первых, Блумфилд до приза гибрида даже здесь, в этой студии, Андрей Вилкин. Говорил, что они его точечно готовили именно к этому призу. Он до этого старта не смотрелся. Премьера ВП, который второй гид выиграл, да, всероссийский мероприятный, получается, на первом месте. Причем он обыграл Глумфилда по второму гиду, но приехал чуть тише. Но премьера ВП, посмотрите, мама и папа, как бы, не обижавшие. Да, там кровь, как бы, она есть, и она есть очень прилично. Но все-таки он по наступательной прогрессировал в этом сезоне. А Блумфилд приятно всех удивил. Два точечных старта. Это гибрида, это будущность. Два всероссийских рекорда. Ну, разумеется, каждый приз, он самооценен, он любопытен. И, возможно, да, там, если, еще раз повторяю, там, да, как вот в ракурсе у другого, посмотреть новую информацию, получить тот или иной приз, заиграть новыми красками и так далее. Ну, вот, да, тебе понравился этот розыгрыш. Послушай, да, мы тебе обещали сегодня небольшой сюрприз. Вот. Я тебе сразу могу сказать, через это прошли все. Прошли все, и Максим Сенаторов, и Евгений Капушев. И это очень сложно прокомментировать то, что ты сейчас, возможно, осуществишь, да. Это скачка, но это некий аналог скачки, который наши зарубежные коллеги предоставляют периодически в различных трансляциях. Это сложно прокомментировать, но можно. Ты готов? Давайте пробовать, конечно. Пожалуйста. Комментируй, комментируй. Кентукки дерби на старте. Все дружно подошли что-то поедать. Это что? Свинки, да? Старт. Кто старт выиграл? Старт вырвала желтая свинка. Под номером, каким номером? Номер четыре. Она первая подошла и выиграла Кентукки дерби 2019 года. При том, что, да, она выиграла и, соответственно, выиграла. Она была самая голодная. Да, да. Потом, впоследствии, первым финишную черту пересел. Во, 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 это... Номер три. Номер три вырвал старт. Сначала не знал, куда бежать, но все-таки, номер три под синим номером все-таки первый добрался до кормушки. Самый боевой, самый боевой щенок. Честно говоря, не разглядел, что... Но тоже дерби, тоже какое-то дерби. Кентукки. Макракен. Да, да, но это в разные года наши коллеги предоставляют такую возможность для того, чтобы, ну, иногда скачка это, быть может, в какой-то степени событие, да, и случайность какая-то помогает, вот, быть может, тем, кто играет на скачку, выбрать свой номер. И вот подобного рода, да, разогревает такими событиями то свинки, то собачки. Сергей, но с Евгением Капушем никто не сравнится, когда он комментировал приз Америки «Расисты и бега», скаковый специалист в прямом эфире телеканала «Конный мир», имя какой, 2015-2016 год. Это, конечно, у меня были цветочки сейчас. Да, ну, Евгений, я, насколько помню, справился, ну, действительно, на контрасте воспринял, да, бега, так как, быть может, их никто и не видел. Ну, тем не менее, трансляция прошла, и все мы помним, кто тогда, 2015-2016, да, «Болтыгл», да, выиграл приз Америки. Ну, и, соответственно, да, Евгений почувствовал себя в новой роли. Ну, что же, как тебе, кстати? Шикарно. 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 Ну, что же, уважаемые друзья, у нас остается еще несколько, да, очень интересных моментов, которые мы обсудим сегодня в нашей программе. Ну, сделаем это сразу после небольшой паузы. И мы продолжаем нашу предновогоднюю программу про бега и продолжаем наше общение, уважаемые друзья. Ну, и, действительно, ипподром – место притяжения, место притяжения не только конников, но и, разумеется, зрителей, всех тех, кто любит лошадей посмотреть за вот этими блестящими, яркими соревнованиями. Ну, и, разумеется, организаторы нередко пытаются вот каким-то образом разнообразить досуга тех, кто, в общем, приходит на трибуны ипподрома, тех, кто наблюдает за лошадьми, за соревнованиями и так далее. Вот в этом году, оглядывая год 2023, наиболее креативно подошел к этим мероприятиям Тамбовский ипподром. И у нас сейчас на прямой связи по телефону Ксения Матвеева, директор Тамбовского ипподрома. Ксения, добрый день, как слышно? Здравствуйте, что я слышу? Отлично. Ксения, ну вот действительно мы вспоминаем, да, разнообразные события, которые были в этом году на Тамбовском ипподроме, и в том числе развлекательного характера. Мы вспоминаем и бега наездников, и заезды под музыку Рахманинова, и еще и много-много различных креативных моментов, которые позволят, быть может, в будущем собрать еще больше людей на трибунах. Собственно, как рождаются вот эти вот все идеи, Ксения? Делитесь, пожалуйста. Ну, прежде всего, я повторюсь в очередной раз, что Тамбовский ипподром работает для публики. Кто-то называет это неправильным, но мы считаем, что при пустых трибунах, то, наверное, грустно не только организаторам мероприятия, но и самим наездникам, и владельцам. Поэтому у нас регулярно происходит мозговой штурм по этому вопросу. Придумываем различные движения всякие, чтобы привлечь публику. Сейчас активно работаем с администрацией города, обсуждая план на следующий год. То есть, допустим, тот же праздник под музыку Рахманинова на следующий год планируется более масштабным, более таким привлечением ресурсов административных к администрации Тамбовской области. То есть, все, в общем-то, в наших руках, да, это мы придумываем, рождаются иногда. Порой вот эти вот, допустим, беда наездников, это сами наездники предложили, мы с удовольствием эту схему поддержали. Получилось интересно, необычно. И, кстати, потом очень много было отдалов именно от зрителей. Поэтому будем продолжать в том же духе. Сейчас у нас готовятся новогодние представления 14 января. Ну, непосредственно на сам Новый год никаких представлений не будет. Вы уже пост новогодние праздники, да, вот что-то планируете. Расскажите об этом. Ну, быть может, там какое-то шоу, представление для детей. Да, мы хотели перед Новым годом провести какого рода праздник, но, к сожалению, сейчас у нас тяжелая ситуация в городе. Школы, детские, 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 которые находятся один. Поэтому было принято решение перенести такое мероприятие на посленовогодние праздники. То есть 14 декабря у нас запланирована обширная, развлекательная программа выступления Деда Мороза с Иснегурочкой, так как выпадает в Красный Старый Новый год. Плюс переговоры сейчас ведутся, я думаю, что это будет фаршоу. Это будет, если позволит, погода катания традиционная на таночках, лентвейн, различные конкурсы, все тематические, к Новому году, пароводы. Ну и, конечно же, фига, открытие единственного договора сезона, главные тризы, традиционные, начнем. Ксения, спасибо вам большое за это включение, вам удачи в Новом году, ну и побольше ярких, интересных праздников. А вот я сейчас, коллеги, вам предлагаю посмотреть, как проводится зарядка в подтрибунном помещении на Тамбовском ипподроме. Такая мотивационная зарядка для того, чтобы, возможно, получить впоследствии результат. Ну, Раид, вы как практикующий поездник, как вы заряжаетесь перед стартом? Ну, не зарядка, конечно. Я залажу голубям, посмотрю на голубей, и я заряжен за весь день. Ага, у вас все-таки я спрашивал, да, и такая своего рода микропримета все-таки есть. Посмотреть на голубей, успокоиться, да, переключиться потом уже непосредственно в заезд. Ну, а Антон? Как-как, проснулся, помылся и на дорожку. А, это? Можно послушать. Времени не хватает. Не хватает времени? Ну, вот видишь, тамбовчане находят время и гастролеры для того, чтобы улучить такую минутку радости, для того, чтобы зарядиться позитивом, ну, и потом поддерживать его в течение всего заезда. А, кстати говоря, по поводу вот шоу различных, которые проходят, вот в данном случае, на ипподроме в Тамбове, на Раменском что-то планируется? Быть может, какие-то костюмированные шоу там в будущем? Да, не то, чтобы в будущем, у нас уже большая практика, у нас долгое время существовал иконный театр, ну, по определенным причинам сейчас мы формат уменьшили, но каждый год мы проводим, готовят у нас спортшкола и клуб собаководов, значит, мы готовим большое представление детское каждый год, и вот четыре представления, два до Нового года, два после, ну, сейчас они, мы, скажем, уклон сделали в то, чтобы, так сказать, благотворительно делать, потому что у нас вот сейчас уже приглашены детишки, призванных в СВО, и, ну, вот в этом, как бы, направлении, то есть не, это не массовое, не, скажем, такое, для взрослых, скорее для детей, чтобы вот, ну, как-то вот самим поучаствовать вот в этой задаче. А так, да, вот 29-го числа у нас, потом 3-го, 5-го числа, ну, и каждый год это делаем, с удовольствием приходят из города, ну, и вот все социальные группы такие вот, ну, как говорится, специализированные, они всегда у нас, как говорится, лучшие гости, и, кстати говоря, это по глазам детей, это, ну, лучшее, что они там в Новый год желают увидеть. А вот, да, я сейчас предлагаю посмотреть, как в этом смысле развлекают себя наши зарубежные коллеги, вот, это, в общем, честно говоря, только накануне узнал вот этого персонажа Гринч, вот этот Гринч, он, в общем, плохой, а вот это вот, вот он зеленый, он плохой, а вот это вот, кто впереди, это Санте-Клаус, либо просто Дед Мороз, да, наш, и вот, соответственно, дети себя таким вот образом тоже развлекают, да, да, догонят ли Гринч Деда Мороза, и вот этот вот, я думаю, еще... Ну, Дед Мороз ждет Гринча, не смейте, что он ждет, никогда не дождется. Ну, вот это как раз и есть мастерство комментатора для того, чтобы публику зажечь, и для того, чтобы все дети, все те, кто присутствуют в этот день на трибунах, поболели за Деда Мороза, чтобы вот этого Гринча... Иван Витальевич, на месяцах ты вообще прям смело, можно было Дед Морозу дать. Ну, вот такие вот, да, костюмированные представления проходят. Кстати говоря, что касательно костюмов, мы сегодня тоже заготовили несколько таких вот интересных викторин для вас, уважаемые коллеги, на знания. Ну, это, в первую очередь, наверное, было для тебя, на знания Камзолов. Но, тем не менее, тоже вы можете присоединиться к этому и, соответственно, проверить свои знания, вспомнить, ну, не без подвоха, как обычно, не без подвоха. И я предлагаю сейчас, в общем, да, угадывать Камзолы, будут появляться на экране, ну, и вот, в общем, и усилиями сейчас мы проверим. Большаков. Так нефть. Команда так нефть. Ну, с кем мы будем взять здесь и играть? Ну, я буду просто молчать. Следующие. Давайте следующие посмотрим. И следующие конзолы, которые нам сейчас предоставят, уважаемые коллеги, и мы попробуем угадать... Мельного шпуран. Мелью и Варин. Так, что-то мы слабо подготовились. Ну, прям вот просто, ну, это Володя, Володя, комментатор. Варина, прямо на салат, давай. Нет, облетает. Следующие, вот это. Да, это не фураншин, да, все правильно. И первое все правильно угадали Геннадий Большаков. Соответственно, следующий, давайте еще посмотрим, следующий слайд. И это... Дружба, это Агреханов. Ну, действительно, вот, Володя, 23-й год, судя по всему, для тебя не просто так прошел, да? Ты все конзолы просто от зубов. Да, да, да. Раэль, вы тоже эти конзолы прямо от зубов знаете? Ну, примерно, да. Да, может, не как в Володе Володе. Так, ну, я предлагаю все-таки, давайте, посложнее, посложнее. Давайте, Павел, вот сейчас наши режиссеры соберутся. Но мы все знаем. Ну, беспрогрешный калибр персекали. В этом году. Ну, давайте сейчас, да, барабанная дробь. Но я думаю, что просто вот действительно, как бы, ответ очевиден, да? Да. Раэль, вы тоже знали? Я тоже. Ну, хорошо, усложняем. Усложняем задачу. От стыковой конзол бросить? Нет, 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 стыковой не будет, но будет. Да, одна хитрость будет, одна фишечка. Вот сейчас. О, я тоже знаю, кто это. Ну, Тарасенко. Юля. Юля Тарасенко. А, ну, вот сейчас мы вместе с вами увидим и услышим, да. Это действительно Юля Тарасенко. Ну, и я все-таки предлагаю еще попытку сделать, еще одну попытку запутать Владимира во всякую очередь. Я знаю, ты. Ну, я говорю. Эваль, Зайфер. А чем, да? Ну, все, вот, ладно. Сколько там? 8,1 сейчас, пока Володя не играет, так и так далее. Эваль, Зайфер, все правильно. Ну, действительно, камзол такой непростой там, да, такой наряд. Ну, и далее, вот самое сложное. И здесь, я думаю, нужна будет помощь всех. Болтыгла там, Зайфер, этого. Владельца. Нет, не владельца. Пиларский. Пьер Пиларский. Пьер Пиларский, да, да, да. Ну, давайте ответ посмотрим. Да? Да, это действительно Пьер Пиларский. Ну, мы хотели, вот, действительно, ввиду того, что, возможно, да, сейчас, вот, как мы знаем, да, происходит вот эта история, выявление тех кандидатов, которые поедут в следующий приз Америки. Ну, и, возможно, вот таким вот образом выявление вот этого камзола, да, позволит нам в какой-то степени погрузиться сейчас во французские события. Кстати, как там сейчас дела? Ну, и так же вот и в наших бедах, и во Франции, допустим, я когда комментирую, я же ориентируюсь на камзола в первую очередь, не на вообще лошадь там со стороны. Сделка это может перепутать, а камзола, как бы, видящий камзол, сразу понимаешь, какая лошадь. Ну, во Франции то же самое. Нет, я имею в виду, как сейчас дела с выявлением, настолько очевидно ли сейчас состав участников и фаворит на предстоящих приз Америки. Давайте скажем так, если брать последние два года, когда мы прессали плотно интересоваться французскими бегами, появились новые лидеры, старичков осталось, откровенно говоря, немного, но фамилии все те же. Ну, наездников и тренеров. Тот же Базир, который в том году выиграл, и его молодой жеребец, который без чека бегает, рыжий, как у птичка. Да, да, Кутерберри. Вот. И в этом году он уже квалифицировался на приз Америки. То есть он уже в данном участке. У него есть другой жеребец, он как раз в воскресенье на нем выиграл. Очень такой классный Базир. Четырехлетка. Да, четырехлетка. Ну, молодой, он пятилеткий только будет. Да, а сейчас и пятилетний, который выиграл, жеребец, Дюйвальштейн, тренер, тоже очень здорово выглядел. Поэтому, как бы, такого, ну, как мне кажется, нету, что один... Эдал для тела. Да, да, да. Ну, а новые-то молодые наездники появляются, тренер, которым сейчас владельцы могут позволить поставить лошадей в противовес вот тем, о которых мы... Да нет, вряд ли. Такого, что про какие-то новые имена нет. Все те же Базир и все остальные. Итак, продолжаем. Францию оставим немножко позади. Тем не менее, да, ситуация там в контексте предстоящего розыгрыша приз Америки нас, конечно, в 24-м году будет интересовать. В 23-м году, вот, из общего контекста, из общих аспектов, да, которые нас заинтересовали, я имею в виду как социум, как общество, это развитие искусственного интеллекта, да. Тогда, когда действительно искусственный интеллект, он уже становится не то чтобы ощутим, да, мы его увидим. И, в частности, существуют различные приложения, в том числе и для телефонов. Тогда, когда можно заложить какую-то информацию о том или ином персонаже, и впоследствии искусственный интеллект модерирует и представляет, в общем, изображение, да, из той информации, которую он получил. Догадывайся, о чем речь дальше пойдет? Ну, чтобы заменить... Володю... Нет, нет, Володю вы замените. Он будет интеллектом на Раменском сам вещать, да. Да, да, нет, до этого еще технологии не дошли, но технологии дошли до такого, что мы сейчас вместе с вами сможем увидеть картинку той или иной лошади, которую сформировал искусственный интеллект. А вы, коллеги, можете попробовать, да, по каким-то моментам, связанным с этой лошадью, определить ее кличку. Погласны? Интересно, давайте посмотрим. Ну что же, мы сейчас начинаем это достаточно любопытное время креатива. И я предлагаю вот посмотреть на первую картинку. Кто это... Что это за лошадь? Какая-то картинка, вот. Знакомая, что-то... Ну, знакомая, ну давайте вот сейчас анализировать и логически представлять... Логически, да? Да, и логически представлять, что изображено сейчас на картинке и каким-то образом проецировать на кличку лошадь. Ну, кто у нас изображен сейчас? Это у дьявола. Люцифер. Люцифер. А, ну и... Ага, да, да, да. Это сервис, да? Да, да, да. Ну все, мы уже как-то там, да, общими усилиями разгадали, что это Люцифер лог. Вот таким вот образом, соответственно, искусственный интеллект, узнав, да, привходящую информацию, которую, соответственно, мы предоставили ему, он смоделировал вот эту картинку. Я предлагаю сейчас... Ну, кстати говоря, Раэль Габдрашидов. Быстро-быстро сориентировался. И хватало батюшки еще только. Я помню. Да, да, да. Ну вот кличка такая. Я предлагаю сейчас посмотреть следующую картинку, и вот Раэль Габдрашидов ведет 1-0, и сейчас следующее. Медовый загар. Да, да. Чуть-чуть Раэль не успел. Смело успел. Переводили. Ну, Иван Витальевич, действительно, наиболее позорливый оказался. Ну, вот действительно, да, с поставления, вот как раз, вот он, медовый загар, ну, и та картинка, которую стабилировал. Действительно. Второй призер, приза Барса. Да. Ну, и тем не менее, все-таки оставляем еще шанс Раэль Габдрашидову и всем, коллеги. И я предлагаю все-таки еще одну картинку посмотреть, и, быть может, вот оперативно постараться разгадать ее смысл. Он поддерживает. Да. Вот это. И уже у нас получается один, да, один. Один, правильный ответ. Володь, ну вот сейчас с Камзовыми, у меня зрительная победа, все в порядке. А вот, соответственно, с, да, да, с аналогиями, да, вот здесь вот надо немножко подтянуться. Ну, вот тебе мы сейчас предоставляем, да, отдельную возможность, отдельный шанс. Вот сейчас тогда, когда мы увидим, ты должен все-таки угадать. Ну, все, действительно, по генералу Врангелю Володя угадал, действительно, дерписта Врангеля, о котором мы уже сегодня успели пообщаться. Ну, и сейчас вот самая, мне кажется, непростая кличка, но, тем не менее, заслуживающая внимания. И барабанная дробь. Да, и здесь такая пауза. Ну, и мы сейчас, давайте хотя бы вариант накидывать. Володь. Ну, что-то с утром связано. Зевает это утро, дети. Зевают, а, мне кажется, они калитатами зевают, по-моему, все-таки. Ну, Володя начал правильно. И утро, утро. Там, что-то с заря, там, как кличка-то. Три няне. Какая-то с заря у нас? Правильно, нет? Тут тоже есть. Ну, утро, заря, там, все вот в этом контексте, как все правильно. Лунная ночь есть, но это не то. Это не то. Если только полтора не прошло, если... Ну, все, в нашем роде. Да, да, у нас появился лидер. Да, это... Да, Антон, ты же должен знать хорошо эту... Ну, темно, да. Нет? Я один раз, и то есть случайно на ней ехал. Не мимо солдата. Мимо, мимо выходил. Нет, ну, один раз уже проехал, значит, это все, она уже... Рядом был. Она уже в хозяйстве. Да, она уже в хозяйстве. Хорошо. Ну, все-таки, давайте еще одну картинку. Сейчас у нас пока ведет 2-1-1-1 Антон. И еще есть возможность сравняться с... Сравняться с лидером. Да, сравняться с лидером. А, следующий четвертик. Была такая раньше лучший боевой порядок, но это не он. Ну, это сложно, да, это сложно, но тем не менее. Ну, попробуйте, попробуйте. Вот кто у нас сейчас изображен, да, на картинке? Воин. Рыцарь. Рыцарь. Да. Но это, так скажем, номинальное общее название. Боец. А еще у него может быть имя. Ну, просто синонимы, так сказать, да? Нет, имя. Ну, пойдем. Что вы сказали? Айен. Ну, вот. И у нас... Обалдеть можно. Да, да. Это Айен Галок. Да, да, да. А Антон должен был знать. Должен? Да. Да. Близкие друзья. Да, как и не сразу. Близкие друзья. На то он искусственный интеллект, чтоб человека обманулись. Ну что же, хорошо, у нас Антон с двумя баллами заканчивает. Иван Витальевич с двумя. Ну, и по одному разделили. Рэнди Брошитов и Владимир Матвеев. Ну, немножко мы разлетлись, действительно, не самым серьезным образом, да, подошли к, быть может, подведению итогов 2023 года. Ну, мы их в течение года подводили, галочки и секунды. Я думаю, что еще и в будущем году отдельная программа, на которой будет, соответственно, работать наша творческая группа, разумеется, еще и еще раз будут подводить итоги. Ну, тем не менее, все-таки, хотелось бы заглянуть в год 2024. Антон, с какими ты ощущениями, предпосылками, может, будешь встречать этот год, исходя из тех движений, которые ты видишь вокруг себя, исходя из тех лошадей, которые, возможно, да, разовьют свой класс и, возможно, да, покажут великолепную езду в следующем году? Ну, сейчас самое главное, чтобы все лошади были здоровы, потому что есть такая проблемка у нас на ипподроме. Ну, а так, в принципе, ждем очень много молодых лошадей, на которые возлагаются большие надежды. Есть также, там, у стариков у нас нету особо, а в основном четырехлетки хорошие, что орловцы, что призовые. Поэтому ждем начала сезона, в том числе и зимнего, потому что один день бегов не было, и уже как-то стало, в днях недели даже начали заблудиться. Поэтому готовиться к главным призам сначала к зимним, а потом уже к летним. Ну, я знаю, возможно, одна из производных сегодняшней программы, то, что действительно молодых лошадей может появиться у вас больше в конюшне. Не, к сожалению, больше не появится, их по дворе стоять нельзя, а деньников ограниченное количество. Но молодых лошадей у нас и так достаточно прилично, при поголовье 20 голов, 8 из них полуторники. Ну, мне просто история с Клондайком понравилась, как бы появился этот. Ну, да, ну, как бы, да. Так, рандомно раз, и сразу в дамке. Да, да. Иван Витальевич, ваш, да, я понимаю, что у вас и, с одной стороны, как у наездника, с другой стороны, как у человека, который поддерживает ипподром в нужном состоянии, который позволяет проводить на высоком уровне езды и все, 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 все. Ну, начнем с лошадей, как говорится, мечты мои, как в одном фильме, простираются они не здесь, они гораздо дальше, как говорится, не в 25-м году, только сегодня утром записал четырех лошадей на дерби, как говорится, оплатил. Поэтому на следующий год, ну, не знаю. А что касается основного, основного могу пообещать, наверное, с большой долей вероятности, насколько это, ну, и моя информация, по моей информации, и насколько, как говорится, в моих силах, что что-таки Раменский ипподром не останавливает реконструкцию, а я называю это реконструкцией, скорее, не косметический ремонт, который, вот, на следующий год запланировано, и спасибо правительству, значит, деньги выделены на ремонт фасадов, крыш всех конюшен, скажем, мы пройдем, всех сетей электрических, водопроводных, канализационных. Поэтому в связи с этим, ну, помимо этого и благоустройство заложено, поэтому в связи с этим, конечно, нам придется еще один год, скажем так, прожить в нестандартных условиях, но я, судя по этому году, вижу, что эти нестандартные и сложные условия, они только закаляют наши конюшни, наших наездников, и они выдают на гора результаты, которых раньше и не бывало. Поэтому я постараюсь доставить им как можно больше трудностей, так сказать, чтобы они еще лучше у нас ездили. Ну, конечно, шутка. Постараемся, конечно, все это провести, ремонтные работы, ну, скажем, с максимумом ответственности, с максимумом комфорта для наездников, вот, ну, и ускорить эту ситуацию. Но то, что к осени ипподром изменится, в лучшую сторону, не преувеличиваю, и то, что даже не видно будет, то, что сетей касается, ну, и внешне, это точно. Получится ли что-то решить по главной нашей беде, по трибуне, значит, вопросом озадачены и Министерство сельского хозяйства, знают эту проблему и новый директор, и областное правительство, уж не буду предвосхищать что-то, но работы идут, и я думаю, что, ну, если не в следующем, то, там, в 25-м году мы подойдем и к этому вопросу. Поэтому смотрю, смотрю на Раменский ипподром с надеждой, смотрю, так сказать, с оптимизмом, думаю, что все будет у нас хорошо. Ну, с оптимизмом должны смотреть и наездники. Смотрим, в принципе, думаю, что следующий год будет лучше, чем этот. Но, как бы... Но, исходя из инфраструктуры, или все-таки по каким-то спортивным моментам... Ну, и по спортивным, как бы, но... По конкуренции, вот как вы видите конкуренцию, Раэль, в следующем году? Потому что многие очень переживали за этот момент, что треноделения разъедутся, и, соответственно, будет не хватать классных лошадей, и конкуренция ослабнет, и секунда ослабнет, и так далее. Мы пережили этот 23-й год, вы с очень хорошим показателем для себя это сделали. Но вот что вы видите в следующем году? Станет ли эта конкуренция сильнее? Ну, она каждый год все сильнее и сильнее. В принципе, то, что какие были новинки в Москве, они же почти 90% переехали в Раминск. Так что там, что здесь, конкуренция очень сильная была, как бы. Но, скажем, с каждым годом лошади трезвее, лучше становятся, сильнее, как бы. Ну, это как бы... Ну, это хорошо, это правильно. То есть мы идем правильным путем, значит. То есть каждый год я смотрю, как бы, что орловцы, что призовые лошади, как бы, рекорды ставят и ставят. Они не останавливаются на одном месте, так что это уже, значит, мы идем вперед. Так что, ну, а следующий год будет, как и все, будем идти вперед. Причем средний класс лошади растет в целом. Вот мы берем... Раньше была одна и все остальные. Сейчас уже 2-3 в лучших заездах в основных. Ну, вы этот момент тоже для себя, как бы, видите, да, что вот молодые лошади приходят, и уже в них задатки чемпионов прослеживаются. Да, конечно, ну, как бы, вот, каждый год приходят вот какие-то молодые лошади, и ты все, по-моему, в этом... Это и лучше, чем в том году были, да, по-моему. Как бы, и вот смотришь, там, я вспоминаю, там, вот, 10 лет какие молодняковые приходили, как они, и как они там приходят сейчас, какие они выглядят. Каждый год все лучше становится. Володь, ну, ты в прологе программы сказала, что недалек тот час, когда ты вернешься в качалку. Если, как бы, время будет позволять, с удовольствием. Так-то я в качалке иногда нахожусь, но, единственное, не в заездах. Вот, но если мы вспомним год назад, сегодняшний день плюс-минус, то была-то вообще некая неопределенность. Центральный Московский подром закрывался на реконструкцию. И, да, многие приезжали в Раменско, но в Раменско было как будто отдельное государство. Неизвестно и непонятно, что было там. Вот, а год, на мой взгляд, 23-й в Раменско прошел здорово. И причем и подром справился, классная дорожка, как именно Виталий еще уже сегодня говорил. Инфраструктура тоже добавилась. И поэтому я считаю, я смотрю с оптимизмом в 24-й год, что он однозначно будет лучше, чем в 23-й. Именно в классе бегов. Владимир Матвеев, Раэль Габдрашитов, Иван Серик, Антон Дурнопьянов. И весь телеканал «Конный мир», уважаемые друзья, желаю вам в наступающем 2024 году исключительно положительных эмоций, побольше вам здоровья. Почаще приходите на наши ипподромы и болейте за наших наездников, за нашу индустрию. Оставайтесь на нашем канале, потому что это интересно, полезно и познавательно. Счастливо. С Новым годом! С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова